Аня, ну добро пожаловать в Минск. 16 февраля уже в Минск арене состоится грандиозное шоу, к которому идет подготовка. Естественно, я не буду спрашивать о том, о каких-то секретах, но все же намекните, что увидят белорусские зрители в новом шоу «Ани Лорак Дива». В новом шоу увидят уникальную шоу-программу, сотканную, во-первых, из лучших песен, которые будут переработаны музыкально, то есть это будут новые абсолютно аранжировки. И мне кажется, сразу зрители не узнают, какой песней идет речь, потому что мы полностью переаранжировали, и некоторые даже видоизменили мелодии, ну вот необычно. Концерт разбит на такие интересные мини-блоки, которые перетекают друг за дружкой, то есть это спектакль, да, ода, посвященная силе, красоте женщине, ее характере, ее такой интересной душе, которая может быть ранимая, которая может быть сильная, которая может быть уверенная и так далее, все эти грани мы покажем через песни. Будет и новый материал, абсолютно новые премьеры песен, которые никто еще не слышал. А, кстати, название «Дива» — это влияние вашего друга Филиппа Бедросовича, у которого есть «Вива Алладива» в песне такой известный хит. Ну, в общем-то, если честно, то да. В 2008 году, выступая на конкурсе Евровидения, именно он впервые тогда исполнял песню «Шейди Леди», которую он мне подарил, и именно тогда Филипп сказал «Ты же Дива, Дива». И это зазвучало так впервые для меня, не сразу я и приняла это на себя. И вот когда мы прошли весь этап Евровидения и завоевали это серебро в Сербии, потом мы уже переросли в такие, как сказать, хорошая наша дружба, переросла уже в такие родственные связи, потому что он стал крестным, Филипп, крестным моей дочери. И я думаю, что «Дива» во мне расцветала, росла, как-то крепла, можно сказать. Потому что кто бы мог подумать, что в 2008 он мне это скажет, а спустя 10 лет на сцене Минской арены я буду презентовать шоу, которое будет называться «Дива». Ну, честно говоря, у меня, когда я прочла о том, что ваши идеалы – это образы сильных женщин, мне казалось, что вы тонкая какая-то, очень ранимая, как Кодри Хэбберн, нежели, предположим, как та же Клеопатра или как у Шанель. Я думаю, что я разная. Я ранимая, я сильная, когда нужно. Я могу быть, как Жанна Дарк, которая также, представьте, воевать за свои интересы, за свою семью, за то, во что я верю. И то, как я выросла маленькой девочке из города Кицмэнь, родившись, и прошла этот путь, и вот смогла сегодня стоять на сцене и петь, и рассказывать достоверные истории, не придуманные, а то, что произошло именно со мной. Я знаю, о чем я пою. Но это история Золушки, как любят писать журналисты. Мне кажется, они романтизируют. Я не думаю, что Золушка. Золушке там вышла замуж за богатого принца, поселилась в замке, и все уже ее жизнь была предопределена. Но в моем случае я не вышла замуж за богатого принца. Но за любимого человека. Я вышла замуж по любви. Это тоже богатство. По любви. А любовь, я считаю, действительно, вы правы, это самое бесценное, что есть, встретить настоящую искреннюю любовь. И я считаю, что дети должны рождаться только от любви, в любви. И женщина в любви, мне кажется, открывает в себе какие-то скрытые способности. Допустим, ты раньше и не подозревал, что ты на это способен. Но есть человек рядом, который говорит, я здесь, я верю в тебя, все хорошо, держи мою руку. Это вот нам очень важно, женщинам слышать и знать. Но почему очень важно женщине обязательно испытать счастье материнства? Потому что пока этого не испытал, ты не понимаешь вообще своих возможностей, на что ты способна, что ты можешь делать в этой жизни. Сегодня наша гостья Аня Лорак. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Мы в прошлом включении затронули с вами тему материнства. Вот посоветуйте, как мама маме, как справиться с чувством вины, когда ты понимаешь, что в силу какой-то своей творческой реализации ты в какой-то момент что-то не даешь ребенку. Что вы себе говорите в этот момент? Ну, я могу разделить эти чувства со многими женщинами, которые работают и воспитывают детей. Дело в том, что, может быть, когда-то женщина могла исполнять одну функцию – сидеть дома, быть хорошей мамой, быть хранителем очага. И этого было достаточно. Мне кажется, что сегодня современная женщина, она просто хочет все. Почему? Потому что она умница, она талантлива. Почему даже закапывать свои таланты? Я считаю, все, что дает Бог, оно должно реализовываться. То есть есть способности в какой-то отрасли. И человек берет и себе говорит, нет, я не буду. И потом из-за этого невроза, из-за этого стресса, из-за этого несчастный ребенок. Почему? Потому что он видит несчастную маму, которая… Да, счастливая мама, счастливый ребенок. Да, живет себе там в туалете вечером, по ночам, потому что она представляет себя, допустим, управляющей какого-то бизнеса. Она бы хотела открыть свое дело. Или выступать на какой-то сцене, подмостках театра, кино, сцены. И она думает, ну ладно, это, наверное, не про меня. Оно внутри, оно ничего не проходит, оно все остается. Поэтому мне кажется, все-таки правильный и искренний путь, и это должны понять все близкие, это дать возможность людям быть счастливыми, развиваться. А ребенок, то, что я наблюдаю по своей шестилетней дочери, она, во-первых, растет умницей, она понимает, она моя подруга. Но она ездит с вами на гастроли? Я изредка беру ее, но в основном у нее уже тоже свой график, у нее четко, у нас все дисциплина, то есть у нее есть свои обязанности, свои кружки, там, уроки английского, там, пение, рисование, танцы, гимнастика, там, все, она развивается. Есть дни, когда мы проводим вместе, и это только наши дни. Здесь никто, никакие концерты, то есть даже если они появляются, все знают, что нет, ни за какие, потому что эти дни принадлежат ребенку. То есть ребенок, мне кажется, должен чувствовать тепло, и если это есть, оно не суммируется количеством дней в месяц. Ну да, то есть не количество, а качество этого общения, оно, наверное, важнее в какой-то степени. Да, вот что столько дней буду любить, а столько не было дней, все, не буду любить. Нет. Тем более, что сегодня есть связь, которая позволяет 24 часа. Я знаю, что она ест, куда она идет, в чем она одета, как ей холодно, тепло в эту секунду. Я там могу недельку не быть, вот когда там, ну максимум до 10 дней, я так планирую, ну вообще, да, и я приезжаю, и это самый близкий человек, это такие объятия, это, ну, ни с чем не сравнимые. И я четко знаю, что она в моем сердце номер один, и я в ее сердечке. Поэтому связь, как сказать, пуповинная, она... Ну, она всю жизнь. А мы говорили, уже начали разговор с того, что дива, это шоу о, да вы сказали, настоящей женщине. И я знаю, что в вашей семье есть даже какие-то женские секреты, что, предположим, вот ваша бабушка, я читала, она даже ходила за водой в колодцу, обязательно накрасив губы. Это да. А ваша мама выглядит в 70 лет, как в 45. Вот что это за секрет такой? Может, вы поделитесь с нашими зрительницами? Потому что его-то вы передарите своей дочери, естественно. Ну, первое, это гена. Да, гена. Есть что-то, что я не могу объяснить, но это просто так. Потом у нас все женщины любвеобильны. То есть любят всех людей, а мужского пола просто боготворят. Всегда комплименты, сколько я знаю маму. Всегда каждому мужчину она что-то могла сказать приятное, хорошее. Просто говорить друг другу комплименты, это и есть на самом деле, вы знаете, как такой секрет колодца. Когда ты копаешь, там больше появляется воды. И вот когда ты говоришь слова признания, одобрения, какие-то знаки любви, внимания, то ты как бы сеешь эту любовь, и она пребывает. Вот эта вода, любовь к тебе возвращается еще больше. Двойные силы, старик. И бесконечный источник. Поэтому любить, быть источником этой любви, то есть быть источником этого света. Ваш отец заслуженный журналист Украины. Ваша мама работала на радио и телевидении «Диктор», насколько известно. Ваши бабушки, дедушки некоторые, они были образованными, уважаемыми людьми. Почему журналисты пишут, что Каролина выросла в нищете? Ну, когда кругом такие люди. Да, действительно, замечательные люди, но мы жили очень бедно, можно сказать, за чертой бедности, потому что родители развелись до моего рождения. И я уже родилась в неполной семье, и мой старший брат уже ходил в школу-интернат. Тогда, в те времена, интернат был тем местом, где ребенка накормят, дадут одежду, дадут питание. А мама «Дикторадио», она все время была в эфирах, в этой работе, в творчестве, какие-то записывала программы. И поскольку она была мать-одиночка, у нас было на тот момент трое детей. Да, в то время, в советское, в котором у с вами нахлеты, жиловато было. Зарплаты не были такими, а кушать все хотели. И было принято решение, в общем, школа-интернат была спасением. Мы там жили, мы там учились. И, ну, что говорить, я не знаю, как бы на что даже уходили деньги, бюджет. Но вот как-то, ну, в общем, не хватало, конечно. И в школе мы там получали, по крайней мере, чистую одежду, чистую кровать и вкусную еду. Вы знаете, зато, когда мы с вами росли, мы радовались кубику Рубику, да? И мандаринам на Новый год там. Они говорили, что не тот айфон. Конечно. Вы участвовали в издании двух книг. Я, насколько знаю, как стать звездой и как стать принцессой. Вот какие советы вы дадите сейчас нашим юным телезрительницам, может быть? Главное – это верить в себя, в свои силы. Маленькие девочки должны всегда утром умываться, чистить зубы, делать зарядку, расчесывать свои волосы, говорить приятные, добрые слова своим родителям, учиться хорошо, быть исполнительным. Если ты даешь слово, то его держать. Если ставишь цель, то обязательно не опускать руки, а идти до конца. Но любая цель состоит из маленьких-маленьких шажков. Вот эти маленькие шажки очень важно делать в определенное количество времени. Одним словом, быть трудолюбивым, целеустремленным, и тогда всегда достигнешь успеха. И тогда никто никогда не сможет тебя остановить на пути и помешать тебе, потому что ты будешь режиссером своей жизни. И тогда, друзья, в вашей жизни будет шоу «Дива», которое 16 февраля. Можно будет видеть в Минск-арене. Может, вы пригласите наших зрителей? Да, я, во-первых, хочу сказать, что это удивительно, что именно Минск станет тем городом. Первым. Первым. Премьерное шоу «Дива» 16 февраля состоится в Минске. Я думаю, что это хороший знак судьбы, потому что, ну, во-первых, что сказать? Я обожаю Минск, я обожаю Беларусь, потому что здесь всегда теплый прием, замечательные люди. И я с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы восхитить вас, для того, чтобы полюбить вас, чтобы радовать вас, чтобы вы пришли и позабыли все свои печали, обиды, какие-то грусти. Пусть это все улетает. И чтобы в ваших сердцах поселилась любовь, радость. Вы просто как в Каштаровске работаете сейчас. И я точно знаю, что 16 февраля все те, кто придут в Минск-арену, ваша жизнь изменится к лучшему. Я в этом уверена. Аня, спасибо, что вы украсили наш утренний эфир. Спасибо вам за душевность и за искренность. Вот. У нас сегодня утре. Потрясающие Ани Лораки. Спасибо большое отелю «Ренессанс» за место для съемок в нашей выездной студии. Спасибо.